Девушки отдыхают Вы увидите расширенный выпуск, в котором узнаете, почем предлагают свои самые дешевые модели различные мото-производители мира. Самым дорогим входным билетом в этом топе обладает компания Harley-Davidson с недавно появившейся версией Neisser в серии Sportster. Этот мотоцикл оснащается мотором Revolution Max 975T. Он является уменьшенной версией двигателя, стоящего на Sportster S. 975-кубовый ветвин жидкостного охлаждения выдает 90 л.с. и 95 Нм крутящего момента. В снаряженном состоянии Neisser весит 221 кг. Бак вмещает 11,7 л топлива. Средний заявленный расход 5,5 л на 100 км. Официальная цена в США начинается от 13,5 тысяч долларов. Версия Special стоит уже 15 тысяч долларов. Далее идет мало кому доступный итальянский бренд Ducati. Увы, но чтобы купить сейчас самый дешевый мотоцикл этой компании, в самой Италии понадобится минимум 10700 евро. Именно столько стоит Ducati Scremler Icon. Его сердцем является 803-кубовый ветвин с воздушным охлаждением, который выдает 73 л.с. и 65 Нм крутящего момента. Однако еще больше могут сэкономить владельцы лицензии А2, потому что задушенный до 47 л.с. Ducati Scremler Icon стоит уже 9690 евро. Британский бренд Triumph не разменивается на мелочевки и не производит малокубатурные мотоциклы, а потому самым доступным байком в его линейке является Naked Triumph Trident 660. Он оснащается рядной тройкой мощностью 81 л.с. и 64 Нм крутящего момента. При снаряженной массе в 189 кг, трезубец по паспорту разгоняется от 0 до 100 за 4,6 секунды. Максимальная скорость составляет 220 км в час. Средний заявленный расход топлива 4,5 литра на 100 км. Бак вмещает 14 литров. Цена в Британии 7900 фунтов стерлингов. Это примерно 10 тысяч долларов. Девятое место. Далее идет баварский бренд, в котором с ценой в 5600 евро самой доступной моделью является Naked BMW G310R. Он оснащается одноцилиндровым двигателем объемом 313 кубических сантиметров, который выдает 34 л.с. и 28 Нм крутящего момента. Средний заявленный расход топлива 3,5 литра на 100 км. Бак вмещает 11 литров. Максимальная скорость 143 км в час. Чтобы вступить в армию поклонников продукции КТМ понадобится минимум 5400 евро. Именно столько стоит самая доступная модель КТМ-125 Duke. Его 124-кубовый одноцилиндровый двигатель выдает 15 л.с. и 12 Нм крутящего момента. Средний расход топлива 2,4 литра на 100 км. Бак вмещает 13,4 литра. Сухая масса 139 кг. Высота по седлу 830 мм. Самым дешевым мотоциклом в модельном ряду Хоскварна с ценой в 5500 евро является Свард Пилен 125. Этот негид полностью основан на КТМ-125 Duke и отличается лишь внешностью, а потому и обладает схожими характеристиками. КТМ-овский двигатель выдает те же 15 л.с. Правда, бак здесь в угоду дизайна вмещает всего 9,5 литра. Высота по седлу 785 мм. Снаженная масса 164 кг. В Ямаха. Ранее самым дешевым мотоциклом компании была Ямаха УАЙБР-125 и пришедшая ему на смену УАЙС-125, который сейчас уже не продается, по крайней мере на основных рынках. Поэтому самым дешевым мотоциклом на данный момент является Ямаха МТ-25, с ценой у себя на родине в 632 500 йен. Это примерно 4 600 долларов. Вы спросите, а почему не Ямаха МТ-125? Дело в том, что эта модель предназначена для европейского рынка и стоит она там аж 5 990 евро. Ямаха МТ-25 означает рядной двойкой мощностью 35 л.с. и 23 ньютон-метра крутящего момента. Заявленный расход топлива 3,8 литра на 100 километров. Заявленный расход топлива 3 и 590 1,2 литра на 100 километров. Заявленный расход топлива 3,8 литра на 100 километров. Если Simрет, то уже не знаю, что это гр AUTкова 3,8 литраấu. Самым доступным оказался не дорожный мотоцикл, а внедорожный, модель RX 125. Она оснащается одноцилиндровым 124-кубовым двигателем, который выдаёт 15 л.с. и 11 Нм крутящего момента. Снажённая масса мотоцикла 134 кг. Бак вмещает 7 литров. Средний заявленный расход топлива 2,6 литра на 100 км. Высота по седлу 880 мм. Цена начинается от 4100 евро. А ранее более доступная модель RX 50 уже снята с производства. Самым доступным мотоциклом китайской компании Zontes, которая продаёт свою продукцию в Европе, является Naked Zontes ZT 125 Z2. Там он стоит 3300 евро. У нас за него официально просят 270 тысяч рублей. 124-кубовый одноцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения выдаёт 14 л.с. и 13 Нм крутящего момента. Бак вмещает 17 литров топлива. Снажённая масса 160 кг. Бенда Фанрайдер 125. Он же продаётся и под брендом Keyway. Этот круизёр является самым дешёвым в линейке недавно появившегося бренда и стоит около 3000 долларов. У нас за него просят 345 тысяч рублей. Малыш оснащается V-образным двухцилиндровым двигателем жидкостного охлаждения объёмом 125 кубических сантиметров, который выдаёт 16 л.с. и 14 Нм крутящего момента. Максимальная скорость 95 км в час. Сухая масса 180 кг. Бак вмещает 19 литров топлива. Сухая масса 100 км в час. 2А В плане много мотоцикла за мало денег всех переплюнула компания Сузуки, которая предлагает нормального размера байк по цене Хонда Гром. Это Сузуки Джиксер 150, он же Сузуки Джиксикс 150. Модель является самым доступным мотоциклом компании по цене в 385 тысяч йен или 2800 баксов, при этом что Джиксикс С 125 стоит 3000 долларов. Джиксикс 150 оснащается одноцилиндровым 154-кубовым двигателем, который выдает 13 л.с. и 13 нм крутящего момента. Средний заявленный расход топлива 2,4 литра на 100 км. Бак вмещает 12 литров. Снаженная масса 139 кг. Мотоциклом для народа в Кавасаке стала модель Z125 Pro. Его цена в Японии на данный момент составляет 352 тысячи йен или 2550 долларов. Z125 Pro является ответом на успешный Гром и оснащается похожим 124-кубовым одноцилиндровым двигателем, который выдает почти 10 л.с. и 9 нм крутящего момента. Заявленный расход топлива 2 литра на 100 км. Бак вмещает 7,4 литра. Снаженная масса 102 кг. Бинели ТНТ-125. Этот самый доступный малыш компании стоит около 2500 долларов. Он оснащается 125-кубовым одноцилиндровым двигателем воздушно-масляного охлаждения, который выдает 11 л.с. и 10 нм крутящего момента. Коробка передач 5-ступенчатая. В снаряженном состоянии малыш весит 124 кг. Бак вмещает 7,2 литра топлива. Ява 300CL, которая производится в Индии, является на данный момент самой дешевой моделью компании. Сейчас за нее просят минимум 181415 рупий. Это 2180 долларов или почти 200 тысяч рублей. Если бы у нас была бы такая цена, то я думаю многие бы ее захотели купить. Ява 300CL оснащается одноцилиндровым четырехтактным 293-кубовым мотором жидкостного охлаждения, который выдает 27 л.с. и 28 нм крутящего момента. Сухая масса 182 кг. Бак вмещает 13 литров топлива. Максимальная скорость 125 км в час. Сухая масса 182 кг. Бак вмещает 13 литров топлива. Мор 350. Городской мотоцикл обладает одноцилиндровым 349-кубовым двигателем, который выдает 20 л.с. и 27 нм крутящего момента. Максимальная скорость 120 км в час. Снаряженная масса 179 кг. Бак вмещает 13 литров топлива. Высота по седлу 790 мм. Цена на официальном сайте в Индии 167 тысяч рупий. Это 2000 долларов. Что весьма демократично. Однако в Европе за него просят уже 4500 евро. Мотогигант Хонда может предложить дорожный байк с самой минимальной ценой в 1807 долларов. Это Хонда Нави. Городской малыш имеет полностью мотоциклетный внешний вид. Однако двигатель у него скутерный и расположен сзади. Это одноцилиндровая 109-кубовая силовая установка воздушного охлаждения, которая выдает 8 л.с. и 9 нм крутящего момента. Средний заявленный расход топлива 2 литра на 100 км. Что при баке в 3,4 литра обеспечивает запас ходов 150 км. Максимальная скорость около 90 км в час. Снаженном состоянии Нави весит 107 кг. При этом в Японии он не продается. Там самым дешевым мотоциклом является Хонда Гром по цене в 390 500 йен. Это примерно 2850 долларов. Ну и заканчивает выпуск самая доступная модель компании CFMoto ST Papio. В Китае за мини-мотоцикл просят 8900 юаней. Это примерно 1200 долларов. Малыш оснащается 126 кубовым моторчиком воздушного охлаждения, который выдает 9 л.с. и 9 нм крутящего момента. Снаряженная масса 114 кг. Бак вмещает 7 литров. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...